Добрый день, уважаемые коллеги. Фёдор Владимирович нам задал такую большую высокую планку. И я постараюсь осветить вопросы, как же происходит именно уже в такой рутинной, обычной нашей практике. Рак лёгкого, он в любом случае занимает... Какие мы идём? Рак лёгкого, он это... Рак лёгкого, это наиболее распространённая причина смерти во всём мире. И вдоль от злокачественных образований он занимает 18% от всех случаев. Выживаемость при этом от рака лёгкого зависит напрямую от стадии заболевания на момент постановки диагноза. Это данные по США, а что же касается Российской Федерации, то по заболеваемости рак лёгкого занимает третье место, уступая только раку кожи и молочном железе. Ежегодно регистрируется более 60 тысяч случаев в год в Российской Федерации. И в структуре смертности рак лёгкого занимает, естественно, первое место. В настоящее время мы стремимся к персонализированной терапии. Об этом как раз осветил Фёдор Владимирович вопрос. И мы ищем, естественно, биомаркёры, которые бы позволили нам подобрать мишени для таргетной терапии. В каждый год количество вот этих мутаций у нас, естественно, увеличивается. И что же касается немелкоклеточного рака лёгкого, то у нас уже есть целый спектр препаратов, которые мы применяем в том числе и в рутинной практике. И многие препараты, конечно же, находятся в стадии разработки. В настоящее время терапия метастатического немелкоклеточного рака лёгкого, она приобретает такую достаточно сложную структуру. И привычная для нас химиотерапия, она отходит уже на вторую и последующие планы. Естественно, если мы выявляем антеннокарциному, то мы должны в первую очередь думать о том, есть ли у пациента активирующие мутации, чтобы строить наше дальнейшее лечение. Если мутации нет, и в том числе, если это плоскоклеточный рак лёгкого, то на помощь к нам приходят, естественно, иммуноонкологические препараты, которые позволяют нам применять их при наличии гиперэкспрессии PD-L1 уже в качестве первой линии. Также химиотерапия у нас уходит на вторую и последующие планы. Но это всё очень так красиво смотрится на картинке, а как же это выглядит на самом деле. И я представляю как раз результат, анализ нашей работы в рутинной нашей обычной практике. На данном слайде представлена картина по росту заболеваемости рака лёгкого за 10 лет в Республике Карелия. Естественно, рост достаточно существенный. Также у нас рак лёгкого уступает только раку кожи и раку молочной железы. И эти три локализации за последние пять лет, они также отмечаются, тенденция к росту. Несмотря на диспансеризацию, несмотря на профосмотры, у нас, к сожалению, запущенность растёт. И четвёртая стадия выявляется практически в 40% случаев. И это, естественно, напрямую оказывает влияние на смертность. И смертность у нас, она остаётся ещё достаточно нестабильна. Но в отношении, например, Северо-Запада и Российской Федерации, всё-таки смертность у нас ниже. По гистологическим формам данные на слайде представлены 2015 год. Мелкоклеточный рак лёгкого у нас выявляется в 8% случаев. Без морфологического подтверждения диагноза это 65 пациентов у нас было. По гистологическим формам не мелкоклеточного рака лёгкого, но это понятно, что плоскоклеточный рак преобладает. На втором месте аденокарцинома и на третьем недифференцированный рак. По динамике здесь всё то же самое за последние 3 года. Но радует то, что всё-таки мы стремимся к морфологической верификации диагноза. И эти данные показывают о том, что количество пациентов без морфологической верификации у нас каждым годом снижается. Все наши специалисты в онкологическом диспансере, они участвуют в программе «Русско», которая позволяет проводить молекулярно-генетические исследования на предмет выявления мутации GFR, ALK и ROS1. Проанализировав данные за 4 года, было исследовано 87 образцов и при этом выявлено делец в 19-м экзоне в 4 случаях и в 5 случаях была выявлена точная замена в 21-м экзоне. И в общей структуре этого получается всего 9%, что немного отличается от данных по Европе и по Российской Федерации, когда мутации GFR встречаются более чем в 19% случаев. Но в то же время за счет того, что мы выявляем небольшое количество пациентов, имеющих мутацию GFR, практически все пациенты, которые выявляются мутацией, и если есть показания, они все получают у нас терапию. И на данном слайде представлены суммарные данные. То есть это данные по 9 пациентам. Возраст преимущественно это, естественно, женщины, только двое было мужчин. Один из них в анамнезе курил. Возраст составил медианно 65 лет. При этом диапазон от 40 до 78 лет. Практически в 66% случаев все-таки пациенты получили предшествующую химиотерапию. То есть немного диагностика у нас запаздывает. По гистологическим формам это преимущественно аденокарцинома. Мутации у пациентов, получивших терапию, преобладает все же дилеция в 19-м экзоне. Это 5 случаев и 4 случая с точной заменой в 21-м экзоне. По препаратам пациенты преимущественно получали у нас гифитинип, геатриф в трех случаях и эрлатинип один пациент. По длительности терапии медиана у нас составила 14 случаев. Но здесь включены те пациенты, которые только начали лечение. И диапазон составил в том числе и до 70 месяцев. Такие случаи у нас также наблюдались. По ответам это было преимущественно стабилизация. 4 случая. Наблюдали мы и частичные ответы 2 случая. Полный ответ был в одном случае. Прогрессирование наступило у одной пациентки спустя 10 месяцев. И клиническое улучшение это у двух пациентов, которые начали лечение. Далее хочу представить вам клинический случай пациентки с мутацией ЭДЖФР. Это женщина 60 лет. В марте 2009 года ей был установлен диагноз рак легкого стадия 2b. Она была прооперирована. Была выполнена средняя лобэктомия справа. Гистологически это высокодифференцированная папиллярная аденокарцинома. В марте 2012 года прогрессирование в виде появления метастазов бронхопульмональной лимфоузлы. По оценке была в связи с этим рекомендована химиотерапия. Был проведен первый курс химиотерапии по схеме ЕЦ. Это, обращу внимание, что это 2012 год. И в то же время мы провели генетическое исследование и выявили мутацию ЭДЖФР L858R. По оценке химиотерапия была завершена. И была рекомендована терапия гефетинибом 250 мг в сутки. И наилучший ответ был стабилизация. Длительность терапии стабилизации была 12 месяцев. Из нежелательных явлений кожная сыпь в виде первой-второй степени, которая периодически ее сильно беспокоила. Но далее мы наблюдали такую тенденцию, отрицательную динамику. То есть наши контрольные очаги, они все подрастали. Но при этом они клинически были незначимы. То есть не ухудшали ее качество жизни. Но в апреле 2015 года мы перешагнули эту рамку отрицательной динамики и столкнулись с прогрессией. И у нас стал выбор, что же дальше делать с данной пациенткой, продолжить ли лечение или же отменить. И поэтому я вам предлагаю проголосовать, что бы вы сделали в данной ситуации. Также обращу внимание, что это был август 2015 года. Вы бы продолжили терапию гифетинибом, либо бы рекомендовали препарат второго поколения, химиотерапию или же клинические исследования. Ваши действия в данном случае. Принципиально мы так и поступили. Мы все-таки продолжили терапию гифетинибом. И лечение продолжалось до января 2018 года. Также у нас было медленно-медленное прогрессирование, но оно было такое индолентное, без клинического ухудшения. В январе 2018 года, то есть это нынешний уже наш год, все-таки по данным компьютерной томографии уже был такой более значительный рост. То есть рост контрольных очагов, и это уже стало сопровождаться клиническим ухудшением. И опять же мы столкнулись, что же дальше делать. Какие были бы ваши действия? То есть определение мутации Т790М продолжили бы вы гифетиниб, либо бы рекомендовали препараты второго поколения, химиотерапии или же клинические исследования. Ну, именно так же мы и поступили. То есть мы, пациентки, провели генетические тесты. Это была периферическая кровь на предмет определения мутации Т790М. Тест оказался отрицательным. И поэтому все-таки прогрессирование было на препарате первого поколения, поэтому мы рекомендовали переход на препарат второго поколения. Это афотениб у нас был только возможен. На дозе 40 мг в сутки мы зарегистрировали у пациентки нежелательные явления. Это кожная токсичность второй и третьей степени. Была доза редуцирована. Но далее все-таки кожная токсичность ее постоянно тревожит и беспокоит, и вызывает ухудшение ее качества жизни. Но в то же время мы добились динамику стабилизации. То есть у нас рост опухоли прекратился. Это было подтверждено результатами компьютерной томографии в мае и в октябре 2018 года. Но вот постоянные жалобы на ее кожную токсичность и ухудшение ее качества жизни, опять же, нас вынуждают прийти решать снова, что же с ней делать. И мнение в нашем коллективе, оно немножко так изменилось, и поэтому данная ситуация выносится на голосование. Что бы вы в данной ситуации сделали? Продолжили бы терапию фатенибом, либо же сделали повторный тест на Т790М, и при наличии мутации перевели бы пациентку на асимертениб, либо же рекомендовали ей сразу же асимертениб, так как по некоторым данным все-таки кожная токсичность при данном препарате встречается реже. Ну, мое мнение в данной ситуации также совпадает с залом. Я бы тоже продолжила бы пока терапию фатенибом, сделала бы повторный тест на Т790М. Возможно, это периферическая кровь, или же это получение результатов гистологического материала и определение уже динамики, тактики по результату данного теста. Что же касается мутации АЛК. Данный результат оказался для меня немножко неожиданным, потому что думала, что будет столько же примерно диагностика, как и ЭДЖФР. Но у нас всего было 38 блоков отправлено на выявление мутации АЛК. И что интересно, из них 6 было положительных. То есть это 16%, и это неожиданно, потому что это выше, чем по литературным данным, когда мутация АЛК выявляется, транслокация АЛК выявляется в 3% случаев. Но в то же время за счет того, что пациентов опять же немного, они все, кто нуждается, получают в 100% случаев препарат, и препаратом выбора у нас был кризотениб. Это женщины, все 3. Средний возраст составил 53 года, аденокарцинома. Также все пациентки получили химиотерапию в предшествующий период. Длительность ответа по медиане составила 22 месяца, и у всех мы зарегистрировали частичный ответ. И в качестве демонстрации клинические случаи пациентки 49 лет, транслокация АЛК. В 2013 году пациентке был диагностирован рак легкого стадии 4 с метастатическим поражением плевры. Проводилась диагностика с мезотелиомой, в связи с чем была выполнена диагностическая торакоскопия, и по результату иммуногистохимии мы подтвердили диагноз аденокарцинома легкого. Далее пациентка уезжает лечиться в Финляндию по апрель 2015 год. В пациентке проводится 7 циклов химиотерапии цисплотин плюс пиметрексет. На этом фоне достигнут частичный ответ. Также в пациентке выполняется генетическое исследование и диагностирована транслокация АЛК. И как вы думаете, что же сделали наши финские коллеги? Продолжили ли они химиотерапию по той же самой схеме, либо же перевели пациентку на кризотениб, или же рекомендовали перейти на поддерживающую терапию пиметрексетом, учитывая, что был достигнут частичный ответ. Опять же обращу внимание, что это апрель 2015 года. Мнение зала тут, получается, немножко разделилось. Все-таки половина считает, что все-таки можно перейти на поддерживающую терапию пиметрексетом, и половина считает, что нужно перейти на кризотениб. На данном слайде представлены рекомендации Русска, то, что мы действительно должны были бы перейти на кризотениб. Но пациентке было рекомендовано продолжить лечение, и ей рекомендовали поддерживающую терапию пиметрексетом. Она продолжила это лечение в Финляндии. Было проведено 30 циклов. Это все сопровождалось сохранением частичного ответа. С апреля 2015 года по февраль 2016 год пациентка продолжила лечение у нас в Республике Карелия и также продолжала лечение пиметрексетом. В феврале у пациентки появляются жалобы на дышку, слабость, сухой, нацадный кашель. Мы делаем компьютерную томографию срочно и выявляем прогрессирование. Про этот тест, если честно, мы даже и забыли, да и сама пациентка тоже про него не сразу же и вспомнила. Поэтому мы решили снова попробовать провести химиотерапию с исплатином. Естественно, мы никакого эффекта не получили. И тут она приносит этот счастливый результат. И у нас в апреле она получает уже терапию кризотенибом. Если она до этого приходила, задыхалась, не могла подняться на первый этаж, на второй этаж, то уже спустя один месяц она просто взлетела. То есть это было явное клиническое улучшение. И по результатам компьютерной томографии в июле был достигнут частичный ответ. И эффект сохранялся на протяжении 18 месяцев. Но, к сожалению, случилось то, что и должно было произойти. И в сентябре 2017 года у нас произошло прогрессирование. То есть появились очаги. Это в области внутрибрудные лимфоузлы. Но они были клинически незначимы. Поэтому мы пока продолжили лечение кризотенибом. Но в октябре 2017 года появились уже метастазы в головном мозге. И также голосование, если это будет возможно. Какая ваша тактика в случае появления церебральных метастазов на кризотенибе, чтобы вы в данной ситуации сделали лучевую терапию, тока, лучевая терапия плюс кризотениб продолжили бы. Рассмотрели бы вариант перевода пациентки на вторую препаратов последующего поколения, химии и клинические исследования. Рассмотрели бы варианты. Мы проводим лучевую терапию и продолжаем кризотениб, что и было сделано пациентке в институте Блохина. Лечение было проведено в институте Блохина. Но спустя месяц, к сожалению, в прогрессировании появилось 45 новых очагов. И далее уже пациентка ей также посчастливилась. Она вытянула снова счастливый билет и попала на третью линию в рамках открытого, расширенного доступа в институте Блохина. Это препарат лорлатиниб. Но, к сожалению, совпало то, что у нее случилась тело-тромбоэмболия легочной артерии с инфарктом нижней доли правого легкого, что ее состояние достаточно ухудшило. Но в любом случае лечение она возобновила спустя 5 дней. И мы все равно уже на препаратах третьей линии все-таки добились стабилизации заболевания. И пациентка в настоящее время у нас до сих пор жива, активна. И общая выживаемость у данной пациентки с исходно рак легкого стадии 4 составила уже 50 месяцев. Продолжение следует...